Это бюветный комплекс на улице Академической, который в 2006 был открыт по инициативе почетного гражданина города и области Сергея Кивалова. Несмотря на морозную погоду, люди приходят набирать питьевую воду. Казалось бы, зачем в холод таскать тяжести, ведь дома вода в кране соответствует всем санитарным нормам. Во всяком случае, об этом заявляют в одесском филиале Инфокса. Даже на официальном сайте компании в разделе «Качество воды» имеется соответствующая официальная информация со ссылкой на исследование специалистов Инфоксводоканала, а также украинских и международных экспертов. Что же одесситов заставляет идти в бювет, ставить фильтры или заказывать доставку очищенной воды на дом? «Вы воду из-под крана дома не пьете, вот как пищевую просто? Нет, пищевую не пьете? Почему? Не знаю, это вкусно. Нет, я готовлю к воде из крана, но пьем на это вот». «Вы дома из-под крана воду не пьете? Стараемся, нет». «Почему? Ну, как бы с этого лучше». «Все-таки считаем, что лучше набирать воду в бюветах и, соответственно, через фильтр пропускать, так удобнее, наверное, и безопаснее». «Так надо для здоровья фильтр, потому что у нас все-таки, наверное, не чистая». «Дома очень редко. Не доверяю Инфоксводоканалу». Независимые специалисты говорят, мнение людей имеет рациональное зерно. Да, минерализация днестровской воды вполне приемлемая, но проблема в другом – в коммуникациях и очистительной системе. Если первая проблема давно на слуху, то заявленная Инфоксом очистка гипохлоритом натрия далеко не передавая и не современная, несмотря на утверждения специалистов компании. «Это, знаете, такая лапша, потому что на самом деле гипохлорит, да, это другая степень. Как бы обеззараживания воды, но она не является современной. В современном подходе во всем мире пытаются уходить от соединений хлора и использовать либо фтор, фторируют воду, либо использовать озон и ставят установки, которые озонируют воду». То есть инвестировать в качественные технологии очистки воды Инфокс не спешит, отмечают специалисты. Впрочем, как и в коммуникации. Также отмечу, что большая часть водопотерь из-за дырявых труб ложится на карманы одесситов, так как они, эти трубы, не находятся на балансе компании. Кроме прочего, часть своих инвестиционных обязательств Инфокс, вероятно, перекладывает на застройщиков. «Ряд работ проводится, безусловно, есть ряд из замен, причем очень часто это проводится за счет застройщиков, потому как выдают этих условий на подключение к водопроводу практически всем застройщикам при условии замены части водопровода, причем достаточно огромной части замены. И, кстати, мне всегда это очень интересует, не попадает ли вот эта, условно говоря, такая коммерческая замена под инвестиционные обязательства Инфоксводоканала перед нашей территориальной громадой. Но разобраться в этом, конечно, крайне сложно, хотя, я думаю, что, наверное, рано или поздно необходимо». И это все происходит, несмотря на то, что Инфоксводоканал – компания-монополист. Возможно, мэрии стоит более жестко говорить с бизнесом, который использует свое привилегированное положение на рынке и не хочет в должном объеме инвестировать в комфорт и здоровье одесситов. Константин Гречан и Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.